От знакомства к большому дружному семейству в молодежном центре прошел фестиваль молодой семьи «Ступени». Самые активные и творческие пары Архангельска пришли продемонстрировать свои чувства и проявить творческие способности. Все идет из детства, то есть из семьи. Согласно с Фрейдом организаторы фестиваля «Ступени». Все зарождается именно в семье. И насколько крепкие и прочные отношения, настолько будущее поколение впитывает это все и несет уже в дальнейшую жизнь. То есть наше развитие без этого никуда. Знакомство, первое свидание, свадьба, рождение детей. Любой новый этап в жизни – это очень важно. Главное – любить друг друга. Мы второй год проводим мероприятия. И вот приходили молодые пары, чтобы вновь подтвердить свои чувства, те, которые женаты и те, которые не женаты, чтобы показать это тоже при всем народе. Для тех, кто только думает о создании семьи, организаторы приготовили мастер-классы по изготовлению праздничного декора. Рассказывали, как организовать свадьбу с наименьшими затратами. Здесь же можно было найти свой свадебный образ. Специалисты помогали подобрать правильную прическу и макияж, чтобы в день свадьбы невеста выглядела, как настоящая принцесса. Рождение детей. Участницы конкурса красоты показали, что молодая мама – это не замученная заботами женщина, а счастливая красавица. Конкурсантки подготовили необычные образы для себя и малышей. Костюмы и дочери сделаны полностью ручная работа с расписью в африканских мотивах. Выбрать самую красивую и нарядную пару было непросто. Жюри отдало предпочтение нарядам хендмейт африканской паре Растаманов, юбкам в клетку и осени из бабушкиного сундука. Потому что очень важно, чтобы они радовали нас на улицах города в едином целом своем. В завершении фестиваля награждение участников конкурса «Какой чудесный дом». Свои подделки принесли более 20 семей. Конкурс общедетского творчества, но мы поощряли участие, чтобы в нем принимали участие и мамы, и папы, и дети, все вместе. Мы не ограничивали творческий потенциал участников. То есть в конкурсе принимали участие и какие-то сказочные домики, и домики реальные, и домики, в которых бы, скажем так, участникам хотелось бы жить. Дома мечты были самые разнообразные. Кто-то смастерил домик у моря, а кто-то мечтает, чтобы в Архангельске восстановили цирк. В общем, мечты у всех разные. Семья Богдановых сделала загородный дом. На самом деле это дом нашей мечты. Всегда мечтала иметь дачу или какой-то загородный дом, кресло-качалку и огромный камин. В следующем году организаторы надеются привлечь еще больше участников. Ведь если после фестиваля хотя бы на одну крепкую семью станет больше, то это уже большой успех. Александра Кондратьева, Виктор Еремеев. Новости 24. Архангельск.